Всем здравствуйте, дорогие мои друзья! 70-й серии прохождения игры под названием Genshin Impact, и мы с вами продолжаем. Мы закончили на том, что мы пытаемся понять, что же там задумала Академия Сумеру. И вот-вот мы узнаем развязку, финал, кульминацию всей этой истории, связанной то ли с Доктором, то ли с Даторой, то ли с Академией, то ли с Карамучей. В общем, погнали! Наша задача отправиться в порт Ормос, где мы выслеживаем товарища Доктора. Доктора Даторы. Доктора Доктора. Или кто он там? Короче, погнали. И, 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 и... Это 70-я серия, ребятки. 70-я серия. Мини-юбилейчик. 70-я серия примерно по часу. Oh my. И это не считая стримов, не считая всех заданий, легенд, встречи и так далее. Глядите, солдаты Фатуи! Какая дыхья молодчина! Без тебя бы мы бы это место ни за что не отыскали! Тсс, не привлекай их внимания. Порт кишит солдатами Фатуи. Давайте попробуем еще что-то разведать. Именно такой прощайной церемонии достоин наш предвестник. Господин уже покидает нас. Эх, я ведь... А, погоди, мне нельзя здесь быть, да? Хе-хе. Ух! Лол. Хе-хе. Я не могу одновременно читать и следить. Так, еще раз. Что мы можем? Может быть вообще вот тут пройтись. Господин уже покидает нас, эхо. Я видел его не больше двух раз за все время. Кто меня видит? Кто меня видит? Тихо! Когда я служил в Снежной, господин доктор изъяснялся совсем по-другому. Может пребывание в Сумера как-то на него повлияло? Удаляя от дома всегда, так когда господин вернется в Снежную, ему потребуется время, чтобы снова ко всему привыкнуть. Ага, командир, а вы не ошиблись? Я отлично все помню. Он сильно изменился и выражение лица, и манера речи. А еще его лицо почему-то так и сияет от радости. Да не может быть такого. Где-то видно, чтобы люди во время служебной поездки от счастья сияли. А-а-а! Блин! Ну ладно, ладно, я понял. Надо идти по другой стороне. Ну что так сразу? Просто я очень люблю стелс, в скобочках мне. Здесь, кстати, нельзя прыгнуться, чтобы вы понимали. короче господин вернется снежный ему потребуется время чтобы снова к всему привыкнуть командир а вы не ошиблись я отлично все помню он сильно изменился и выражение лица и манера речи а еще его лицо почему-то так и сияет от радости да не может быть где это видно чтобы люди во время служебной поездки от счастья сияли ну как я должен это проследить до конца доктор на корабле похоже он не лгал корабль действительно скоро отчалит он покидает сумеру давайте подберемся поближе найдем местечко откуда нам все будет видно чего-то произошло а вот отличное местечко отсюда все видно а нас никто не заметит похоже доктор и правда собрался покинуть сумеру но неужели все так просто почему он доктор то вдруг это ловушка что такое он нас заметил что машет нам рукой пора прощаться стоп на корабле один только доктор а и больше никого а куда подевал стал послал от которых мы видели в порту они не только что тут были как сквозь землю провалились неужели это была ловушка но вокруг тоже не души значит корабль с доктором на борту медленно покидает пор к счастью у меня еще осталось немного времени как раз хватит чтобы уладить все свои дела нет хайпаси наверняка он что-то с ней сделал скорее в парк дистхай а что это значит я помню что хайпаси связывала свое сознание со знанием сказителя наверняка она увидела то что не должна была увидеть на месте фату я бы тоже постарался увести ее а если увести не получится неужели они собрались ее убить бегом то есть короче говоря он знал что мы будем следить за ним и поэтому в момент когда мы здесь оказались он отправил охрану убить хайпаси так что ну выглядит вполне себе вразумительно даже даже не так плохо как показалось изначально я не позволю фату и хозяйничать спар дистхай но мы ведь выразились довольно ясно начальство дал нам разрешение на пребывание в парк дистхай чтобы собрать лекарственные травы для исследования а вы в сумме уже не первый день а явились сюда только сегодня странное совпадение даже великий мудрец не смеет вмешиваться в исследование фатуре а вы просто ученый у вас и подавно нет такого права наше дело предупредить не права не напрашивайтесь на неприятности похоже мои слова для вас ничего не значит можете не признавать но все мы знаем что в парде тхай вы пришли уж точно не за травами при всем моем уважении ваши домыслы создают нам всем ненужные проблемы винить в этом можно только вашего предвестника он ничего не понимает конспирации в парде тхай я нахожусь на правах ученого но это все не значит что я здесь перестаю быть лесным стражем и долг лесных стражей в этом числе защищать ученых которые вносят свой вклад на укус и меру значит наши переговоры зашли в тот пик пока я здесь никто пальцем тебя не тронет хай паси вот по тигнали ты в порядке потуле перешли черту пора преподать им урок ну ты слезь с дерева-то так и быть на сопротивление бесполезно отдайте нам хай паси тигнали задаем у жару а а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну слушайте Я, конечно, ни на что не намекаю, но, по-моему, вы немножко обнаглели Так, где второй? Так, дело не пойдет Диратул Пайм, прошу, будьте рядом с Хайпаси Нельзя, чтобы Фатуй напали на ее из пятишка Хорошо Хайпаси, все еще здесь Похоже, никто к ней не приходил Кажется, с ней все в порядке Но почему она не двигается? Это кукла, кажется, да? Все хорошо, она просто уснула А, ну ладно Ну как? Все хорошо, она просто крепко спит Хорошо, что все в порядке Сейчас будет что-то связанное со странником Ну пожалуйста Думайте, все Пошлось Этот голос Сказитель? А? Что здесь делать, Сказитель? Ха-ха-ха-ха-ха Я так скучал По выражению ужаса на твоем лице Ты каждый раз меня с ним встречаешь Аааа, где же он? Паймана его не видит, значит, это призрак Нет Это случилось, потому что я только что прикоснулся к Хайпаси Сказитель живет в ее сознании Мне ведома каждая твоя мысль Неужели не помнишь? Я уже видел тебя, когда ты впервые оказался в Парде Стхиай И коснулся Хайпаси Что ты с ней сделал? Мне и не нужно было ничего делать Ей выпала огромная честь Возможность связать свое сознание с моим Эй, ты с кем там разговариваешь? Неужели со Сказителем? Ааа, не может быть Тебе должно быть очень любопытно Скажи правду В этот раз я сам решил войти в сознание Хайпаси Поскольку почувствовал твое прикосновение Почему? Да вот интересно стало поглядеть на твои бесполезные старания Эй, Зератул! Паймон, тише Мое обожествление почти закончено Осталось лишь несколько последних штрихов Тебе ясно? Даже если вы спасете малую властительницу Кусанали Ее силе никогда не сравнится с моей Ха-ха-ха-ха-ха Хочешь натравить на меня маленькую девчушку? Пусть даже и Архонта Похоже, Академия времени зря не теряет Для ученых божество мудрости Лишь совокупность их верований Потому они и способны создать Архонта Но продолжают поклоняться ему Люди так противоречивы своих верованиях Их отношение к богам Смесь преклонения с богохульством Ха-ха-ха Просто смешно Раз уж ты слышишь мои мысли Я задам тебе вопрос Ну же говори Мне кажется, или ты стал немного добрее А, неужто? Да я просто в хорошем расположении духа Вот и решил перекинуться с тобой парочкой слов Ха-ха-ха К добру ли это? На что ты намекаешь? Академия собирается внедрить твое сознание В капсулы знаний Архонта Это очень опасная затея Даже если их замысел удастся И ты обречешь божественную мудрость Есть риск, что ты потеряешь собственное я И станешь для Академии Новой великой властительницей Рукходоватой Не слишком ли высока цена? Ха-ха-ха Ты так говоришь Словно и правда за меня переживаешь Впрочем, ты ошибаешься Я отличаюсь и от тебя И от всех остальных людей Стать божеством Мне было предначертано судьбой До сегодняшнего момента Моя жизнь состояла из ряда незначительных поступков Ведущих к этому финалу Я словно лист бумаги Сам по себе он бесполезен Смысл ему придает лишь то, что его заполняет Прошлого меня уже нет Все болезненные воспоминания И тоскливые человеческие чувства Остались позади Покончить с ними нужно было уже давно Тем интереснее смотреть на вас И вашу тщетную борьбу Разве стоит этот мир того, чтобы защищать его таким рвением? Тебе этого не понять Мое сознание связано с твоим Твое чувство мне известно Так же, как и твердость твоих убеждений Раз мы так хорошо сегодня пообщались Предлагаю отбросить свое бессмысленное сочувствие И желание всех защитить Ведь истина скрыта от твоих глаз Это нужно и для твоего же блага И для блага всех остальных Люди, существа, которые находят счастье только в неведении Если ты так считаешь, почему продолжаешь поддерживать связь с сознанием Хайпассии? Твои нынешние способности позволяют тебе с легкостью разорвать эту связь Верно, но я очень к ней привязался На моем месте ты бы поступал так же Хайпассия заглянула в мое сознание Увидела мое прошлое А значит, она достойна называться моей первой последовательницей Божество не может существовать без почитателей Хайпассии повезло, что мой взор пал на нее Ее появление ознаменовало Становление моей божественной силы А ее почтение станет фундаментом моей славы Даже так? Все еще сомневаешься в моих словах Ничего, скоро ты узнаешь Чье могущество ты ставишь под сомнение Раз уж тебе так важна твоя последовательница Ты должен позаботиться о ее безопасности Кто собрался навредить моей верной почитательнице? Судя по всему, доктор не желает, чтобы Хайпассия осталась на лечении в Сумеру Тебе не кажется это подозрительным? Доктор собрался навредить моей первой почитательнице Ты не злишься? Забавно, тебе никогда не говорили, что сеять раздор это не твое Доктор всегда был жалким, заносчим и человечишкой Вот и сейчас воображает, будто вмешиваться в дела нового божества Решил обратиться мой гнев на доктора с помощью этих смешных обвинений? Какая наивность, но так уж и быть Я окажу тебе честь, как и Хайпаси Впрочем, нет большей чести, чем стоять здесь и вести со мной беседу Я вознагражу тебя за то, с каким трепетом ты внимал моим речам Это лицо, что ты задумал? Дары богов могут быть как добры, так и злы Божества очень непредсказуемы Это что, гроза? Неужели ее вызвал сказитель? Значит, этим невидимкой был сказитель? Вы так долго разговаривали Я тоже такого не ожидал Аааа, сейчас что-то будет Откуда здесь такой гром? Может, сказитель меняет погоду с помощью сердца бога? Значит, люди снаружи в опасности там остались Игнарии и Дыхья, пойдем же Боже, я не могу Это просто... Как же мне нравится сказитель Как же мне нравится его пафосно озвучивать Как же мне нравится отыгрывать его характер Боже, дайте мне Оскар Give me a Oscar, please Give me the Oscar Фатуй, отступили Туда, к Тигнарии и Дыхья Эй, вы в порядке? Он ранен Все нормально Не двигайся, тебе нужен отдых Мне уже доводилось видеть, как одного из пустынников ранила молния И только покой и отдых Молнии! Мы сражались, и вдруг Резко погода изменилась Началась жуткая гроза А молнии били со всех Во всех без разбора, будто живые К счастью, нас было только двое И двигаемся мы быстро Так что уклоняться от молнии нам не составило труда А вот в Фатуе былила целая толпа И молнии били по ним В общем, жуть И им пришлось отступить Прости меня За что? Возможно, молнии появились именно из-за меня Вот как Ничего страшного, ты наверняка и сам не ожидал, что такое случится Не бери в голову, ладно? А что у тебя за выражение лица? Даже с ранением выгляжу веселее Что-то случилось с Хайпассией? Пока нет, но мне нужно кое-то тебе что рассказать Эй, тебя нельзя двигаться Так, давайте лучше пойдем отсюда Туда, где Хайпассия, там поговорим Че сейчас будет? Че сейчас будет? Че сейчас будет? Отправляйтесь к Хайпассии Я хочу больше роликов со Скоромучей Хочу больше пафосной музыки Хочу больше пафосных диалогов Больше музыки со Скоромучей Простите У меня ломка У меня ломка от нехватки Скоромучей Так он Слова Лархонтова, она в порядке Лучше бы о себе так переживал Я и так знаю, что со мной все в порядке Рана не опасна Да, чем лучше человек разбирается в медицине Тем меньше хочет лечиться Жизненно Точно, врачи становятся самыми самонадеянными пациентами Это обо мне Это обо мне, да-да Именно я тот человек, который после легкой черепно-мозговой в аварии Не пошел ко врачу Да-да, именно я Ого, он сел Я немного отдохну Извините, Ратул Маш, начинайте свой рассказ Вы рассказываете обо всем, что случилось О том, как постричали порту доктора Как пришли проверить Хайпассии О том, как соединились с ее сознанием И увидели Скоромучей Значит, вот о чем вы говорили Неужто он и правда задумал такое Академия создает нового Архонта? Просто смешно Даже не знаю, что и думать об их амбициях Если это безумие, еще можно так назвать Вообще не понимаю, зачем им это Я просто хочу, чтобы жизнь не подбрасывала мне сюрпризов Чтобы каждый день был Хорошее вино, вкус Вкусная еда, крепкий сон Чтобы я работал, если мне само это нравится Ха-ха, похоже Мне одной в партии с Тхяей нужно так мало для счастья Погоди, я ведь еще даже не поблагодарил тебя за сегодняшнее Да ладно, дело-то плевое И все-таки, похоже, у доктора и впрямь есть какие-то дела Раз он так спешно покинул Сумеру Да, но у меня остались сомнения Раз он хотел увезти Хайпассию Это наверняка как-то связано со Сказителем Может, Фату и хотели скрыть какую-то тайну Сказителем И поэтому решили ее устранить Говори, Сказитель утверждает, будто Хайпассия видела его прошлое Интересно, что же там за тайна Пока не ясно Вы заметили? Сказителю тоже не понравилось, что делает доктор Он считает, что доктор ему не ровня Интересно, если доктор вернется Сказитель нападет на него со своими молниями Судя по тому, что мы только что услышали Это очень возможно Его отъезд в Сумеру Хорошие новости для нас и для него самого Значит, и здесь мы закончили Больше доктор вмешиваться в наши дела не будет Ай, это большая победа Да, я рад за вас Тигнали, спасибо тебе за помощь Но теперь мы очень просим тебя оставаться здесь и набираться сил Да-да-да, отдохни, пожалуйста Ха-ха, хорошо Итак, Спарзитхиа, и мы закончили Зератул, пора отправляться на Большой Базар Лучше нам не показываться никому на глаза Отправляемся, как будете готовы Дождитесь назначенного времени С 7 до 9 Давай Давай дожидаться назначенного времени Отправляйтесь на Большой Базар Единственное, в чем сложность, когда появляется Скоромуча Чтобы его озвучивать Я стараюсь набирать побольше воздуха в грудь Это означает, что мне нужно отъезжать И вот я сейчас в ожидании Просто если сейчас будет катсцена со Скоромучей То мне наоборот Нужно подальше сидеть от стола А если ее не будет То мне тяжело так сидеть Короче Давайте уже быстрее Давайте уже быстрее Ну, хочется облокотиться Расслабиться Итак, все в сборе Как все прошло? Удалось выполнить ваше задание? Давайте делиться новостями по очереди Я начну Изменение терминала Акаши прошло успешно И мне удалось подготовить все необходимые инструменты Теперь моя очередь Я и Зератул были в парде Стхяй Там все прошло непросто Мы нашли Тигнари, но его ранили в ходе сражения Кто за этим стоит? Как бы так сказать? Зератул, что лучше ответить? Фатуи или Сказитель? Сказитель Так или иначе Мы выяснили, что доктор отчалил из Сумеру И отправляется в Снежную По каким-то очень срочным делам Так что его сцены мы успешно Его мы со сцены успешно убрали Тигнари сейчас отдыхает С ним все будет в порядке Хорошо Кстати, Тигнари просил кое-что тебе передать, Сайна Он сказал, доверяй своим глазам, ушам и опыту Хорошо, я запомню У меня все тоже идет по плану Пустынники уже наверняка прибыли в место назначения И они затаятся там на какое-то время, чтобы не спугнуть добычу Тебе что и правда удалось перебросить всю эту толпу пустынников в город Сумеров? Все благодаря смелости людей Рахмана и его рискованному плану Похоже план сработал, это очень радует Все закончили Тогда расходимся Стой, и все? А что еще? А как же вдохновляющая речь? Если вам интересно мое мнение, я бы предпочел просто пойти домой Альхайтан, ну что ты за... Ты обратилась мне не совсем по адресу Я совсем не желаю быть лидером, а лишь отвечаю за разработку плана ваших действий За вдохновляющей речью тебе лучше обратиться к более подходящим на эту роль человеку А я-то думал, что все ученые из Академии прирожденные ораторы Напоминаю тебе, что я по должности секретарь Да знаю я, и что с того? Секретари ведут протокол по ходу всех встреч Обычно они вообще не разговаривают Ладно, хорошо Сайна тоже не похож на прирожденного оратора, значит остается только мой наниматель Наниматель? Да, Зератул, ну же Это он меня нанял Ну да, по цене одной улыбки Ну и что? Итак, наниматель, не соизводится ли вы произнести парочку ободрительных слов? Хотя бы лично для меня Ну давай же, приободри нас Ну дайте подумать А, что это вы тут делаете? А, это же Нилу Всем привет, я вам не помешала Не, я как раз собирался идти к тебе А суть по вашим серьезным лицам Вы наверняка собрались здесь обсудить что-то очень важное, да? А может быть вы наоборот задумали что-то плохое? Ха-ха, так интересно Ты как раз вовремя, Нилу Хочешь к нам присоединиться? А? Присоединиться в каком смысле? Вы хотите, чтобы я обсуждала с вами какие-то очень важные дела? Верно, очень важные дела Нила, у тебя ближайшие дни Найдется свободное время Что? Я вам серьезно для чего-то понадобилась? Альхайтам вводит Нилу в курс дела о ваших планах на день Джанагарха Сначала это повергает Нилу в шок, но потом она сосредотачивается Поверить не могу Вы самые отважные и целеустремленные сумерцы, которых я только встречала А она же фанатка малой властительницы кусанали, она стопудово нам поможет Ой, конечно Зератул, спаймон не сумерцы, но тоже отважные и целеустремленные Хе-хе, вот теперь, паймон, довольна Должна признаться, мне немного страшновато Но ради малой властительницы кусанали я готова... Ну, я же сказал, но буду очень рада оказать вам помощь Верь в себя Угу, завтрак прошу друзей из Большого Базара помочь вам Только не сболтни им лишнего Конечно Теперь мы точно закончили Можно, наконец, расходиться Завтра нам предстоит спасти Архонта Ты уже подумал свою речь, наниматель, а? Завтра мы запустим череду важных изменений Да, наш план просто великолепен, да и мы сами тоже Верно, поэтому всем надо хорошенько выспаться Неплохой посыл, нам действительно нужно отдохнуть, ведь от этого зависит наш успех Хорошо, что в последнее время дома только я один Тишина и спокойствие А? Ничего Значит, все по домам и спать Завтра нам рано вставать Хорошо, тогда спокойно вам всем ночи, да? Ага, приятных всем снов Что же сейчас будет? Сейчас будет какая-то мега супер... Дорога победы В шаге от Архонта Сейчас будет какой-то мега супер катсцена, да? Мега какой-то супер-пупер-дупер что-то А можно мне легендарку еще? Ну так, чисто Нельзя, да? До 8 утра дождитесь Дорога победы Завершить подготовку необходим для воплощения планов жизни Так Стоп До 8 утра мне сказали Сегодня ведь в Академии Джейн Джанагарпхи Наконец-то настал тот час Когда наш план притворится в реальность Сейчас что-то будет Будет что-то очень крутое Готовимся Набираем больше воздуха в грудь Готовимся озвучивать все это дело А вот и вы Как отдохнули Не очень Пайман так переживал из-за сегодняшнего дня Что заснула только на рассвете А ты, Альхайтан Хороший отдых можно также считать частью нашего плана Ведь энергия очень важный ресурс Поэтому я хорошо выспался Да тебе лишь бы повыпендриваться Мы не можем приступить к исполнению нашего плана Пока в воздухе висит такое напряжение Конечно висит Если у нас в команде такое воображало Ладно, приступим к делам насущным Нужно ли мне повторить план наших сегодняшних действий Ну давай Наша цель кабинет великого мудреца Азара Каждый в академии знает, что там он держит свой пульт Доступ к которому разрешен только мудрецам Именно через него великие мудрецы отдают приказы и секретные поручения Поэтому в пульте наверняка есть команда Которая поможет нам освободить малую властительницу Кусанали Пайман все думает Это что это у мудрецов за технология такая Раз им даже Архонта удалось поймать Самим ученым такое безусловно было бы не под силу Просто в храме Сурастана изначально было установлено устройство Когда-то принадлежавшее великая властительнице Рухадевате Она использовала его для медитации, чтобы изолировать себя от всего мира 500 лет назад тогдашний великий мудрец модифицировал это устройство И отныне управлять им изнутри было уже нельзя Вот и получилось так, что Архонт попал в созданную Архонтом ловушку И как же нам пробраться в кабинет великого мудреца? Помни, что сегодня в академии проходит очень важное событие День Джанагарпхи Все мудрецы и члены академии загружают результаты последних исследований Новые законы и постановления в капсулы знаний Чтобы перенести их в Акашу Исследователи всех даршанов работают не покладая рук А сама академия открыта для свободного посещения Все это поможет нам проникнуть в его кабинет Как только великий мудрец покинет свой кабинет Чтобы проверить, как проходит запись капсул знаний Мы завладеем пультом и освободим Дендра Архонта Как-то это все складно получается Конечно, ведь это только внешняя часть нашего плана Судя по опыту прошлых лет, сейчас в академии как следует подготовились ко дню Джанагарпхи Все должны быть на своих местах, пора взяться за дело И в путь То есть мы прям так, через главный вход и пойдем? А что, ты желаешь прокраситься тайком? А, даже возразить тебе нечего Ладно, но если там что-нибудь случится, виноват во всем будешь ты, Альхайтан Понимаете, в чем проблема? Вот-вот закончится время этой серии А так хочется посмотреть, что будет дальше Так, бежим Да ты остановись, Сайна Подожди, где проход-то в это все? А, что я туплю-то? Академия же наверху По этой лестнице А я пришел, так сказать, в подвал Ну, конечно, вот Что я? Иду тут куда-то не туда А, секретарь? Погодите-ка, ты же секретарь, Альхайтан А? Спокойней, пойму Верно, у тебя что-то срочное, а то я тороплюсь Не-не, просто такая неожиданная встреча Говорят, мудрецы тебя обыскались, а вот почему, не знаю И это, в Академию как бы нельзя проводить посторонних? Не нравится мне это? Посторонних? И как ты пришел к такому выводу? Своей тягой к необоснованным заключениям? Ты попросту позоришь Хараватат Да как ты смеешь? Я же лучший студент Хараватата Мне даже в первую тройку удалось войти на последних логических дебатах Да чего же ты высокомерный тип? Дело вовсе не в моем высокомерии Просто мне казалось, что лучший студент Хараватата Должен обладать способностью к критическому мышлению Смотри, сопоставив все факты Ты сразу поймешь, почему я сюда вернулся И зачем привел этих людей Да? Погоди-ка, мне нужно это обмозговать Только не подсказывай Мудрецы рассказывают Тебя, светловолосый путешественник, посторонний Разыски... Еще раз Мудрецы разыскивают тебя Светловолосый путешественник, посторонний Так значит, все это время мудрецы ищут вовсе не тебя, а этого путешественника А причина, по которой ты так надолго покинул академию, заключается в том Тихо Хорошо, хорошо Ты прямо оправдаешь звание лучшего студента Хараватата Думаю, твоя догадка верна Вот, просто бывает иногда, что мозг сперва работать не хочет, а уж потом, как, включится Прости, моя невежливость, и спасибо, что направил меня на верный путь Ничего страшного, нам уже пора Хорошо, мне спасибо за величайший вклад в академию, господин секретарь Хе, он его развел, как дитя малое Лопух ты, а не главный студент академии Это что сейчас было, о чем он там догадался Я и сам не знаю Не знаешь? Да, чтобы он там себе не надумал, сомневаться в этом он точно не станет Здесь работала так называемая горлость ученого Если кто-то начинает сомневаться в умственных способностях ученых Они тотчас же притворяются, будто знают абсолютно все на свете Даже если на самом деле это далеко не так Сейчас таких ученых в академии полным-полно Строят из себя умников, но выставляют себя в еще более глупом свете Ого, похоже с умными людьми надо уметь правильно общаться Нам даже выдумывать ничего не пришлось Давайте не будем тратить время впустую Нельзя упускать такую возможность Вперед Войдите в дом Даэны А кто такой дом Даэна? А, или это главный вот этот вот супер-пупер Так, стоп Или это главный секретарь Подожди Или это главный хранитель там Всех этих супер-пультов от Акаши Сейчас что будет Катсценка Да, она, да? Это ведь библиотека Академии, да? Да, дом Даэны без преувеличения Самая большая библиотека во всем Тайвате Похоже, это место пользуется у студентов популярностью Нам точно можно так просто здесь разгуливать? Жизнь в Академии всегда идет в быстром темпе Кроме того, сегодня день Джанагарпхи Все слишком занято своими делами Чтобы заметить вас Главное, ведите себя естественно Идем Спрячьтесь и дождитесь подходящего момента А, это платформа Для чего нужна? Это наш лифт С помощью которого можно переместиться На верхние этажи Академии Там же и находится кабинет Великого Мудреца, верно? Ну что, пойдем к лифту? Нет Так, мы можем столкнуться с Азаром Давайте сначала немного понаблюдаем за обстановкой Думаешь, Великий Мудрец выйдет из этой двери? И тогда мы должны будем прокраситься мимо? Звучит как-то рискованно Кто знает Однако, если мы сможем определить, где Азар сейчас Наша операция пройдет куда безопаснее Ну что же Позвольте-ка я подскажу Я нахожусь прямо за вашими спинами Великий Мудрец Азар Ты как здесь вдруг оказался? Это ловушка Неужели ты думаешь, что после столь долга У твоего отсутствия Академия будет по-прежнему доверять тебе Секретарь? Вас заметили здесь давным-давно И первым делом отправились сообщить мне Вот я и пришел, так сказать, поприветствовать наших дорогих гостей Великий Мудрец Азар Вот уж не думал, что вы окажете мне столь радушный прием Польщен до глубины души Ха-ха-ха Но еще более радушный прием Я хочу оказать твоим гостям Как вас там? Зератул и Пайман Верно? Как жаль, что нам удалось познакомиться Только сейчас, дорогие гости Сумеру Мне уже следовало быть более гостеприимным Еще не поздно остановиться Восхитительно Сразу к делу Без лишних разговоров Значит, вы отлично осведомлены О наших текущих делах И не станете оказывать бесполезного сопротивления Верно? Что ж, пройдемте в мой кабинет Не будем же мы обсуждать такие вещи Когда кругом снуют люди Так он нас сам, что ли, привел в кабинет, что ли? Всюду столько стражей сбежать точно не выйдет Итак, путешественник Что ты хотел со мной обсудить? Сегодня в Академии День Джанагарпхи У меня очень много работы В скором времени мне придется взять вас под стражу Так что лучше переходи сразу к делу Фатуй скрывает мотивы свои Вижу, о нашей деятельности вам известно довольно много Раз так, почему бы и не восхититься той работой, что мы проделали? Вместо этого ты лишь пытаешься напугать меня своими тривиальными опасениями Тривиальными? Как думаешь, и что же Фатуй от меня понадобилось? Сердце Бога Как мелко Все это так мелко Божественные силы, выгода Этими пошлыми словами Ты только оскверняешь наше великое дело Создание Архонта, да Силой человеческой мудрости мы создаем настоящего Архонта Пусть люди не могут достичь всеведения и всеми могущества Зато мы способны возрастить собственного Архонта Чтобы приблизиться к ним Это вершина человеческой мудрости Мы, наконец, вновь обретем божественный свет Что укажет нам путь И нам не придется больше барахтаться в бесконечной пустоте сознания и знаний И даже проблема Ирминсуля, наконец, будет разрешена Это мечта всех ученых Ее нужно достичь, чего бы это ни стоило Ты говоришь вершины человеческой мудрости Но все равно получается, что без Архонта вам никуда Тебе никогда не понять того восторга Когда ты собственными руками взрастил настоящего Архонта Ведь твоей мудрости для этого недостаточно Но у вас уже есть Архонт? Позволь мне прояснить одну важную деталь Архонт силой и мудростью должен тысячекратно превосходить простых людей Но малая властительница кусанали На что она вообще способна? Утешать людей? Укращать песчаные бури? Придумывать глупые сказки? Что ж, все это могла бы сделать и Академия Выходит, что же мы тоже Архонты? Долгие годы нашему народу покровительствовала великая властительница Рукхадевата Мне не удалось застать ее правление Но былым поколением ученых посчастливилось узреть истинную мудрость Теперь же Сумеру в руках малой властительницы кусанали Но ее правление только вводит ученых в замешательство Они говорят Неужели это и есть истинная мудрость? Лучше уж навеки запереть ее в храме Сурастаны, чтобы не смущать ученые умы Ну и вредятина! Ты и правда уверен, что только самый сильный и самый умный может стать хорошим Архонтом? Высокомерие ученых во всей красе Как вы уже могли заметить, великий мудрец, это очень опасные личности Они создают угрозы для Академии, сбивают ученых с верного пути Благодарю, что доверили мне такое ответственное задание Что? Альхайтам нас предал, да? Альхайтам, ты что о нас такое говоришь? Как вы и приказывали, я доставил их в Академию Правда, это было непростое задание, оно отняло у меня немало времени и сил Кстати, вот и отчет, о котором вы просили Здесь собрана вся подробная информация о путешественнике В отчете я кратко описал все, что происходило, пока я был рядом с ним Прошу, взгляните Альхайтам, неужели ты и вправду на стороне Академии? А, нет, он дал им нашу капсулу А мы ведь только начали тебе доверять Отлично продумано Он отдал им капсулу, где мы внушили ему, что мы победили, да? Или нет? Отлично! Полный и подробный отчет Вот прекрасная работа, что и ожидалось от секретаря Сегодня как раз день же на гарпке, так что я добавлю данные о тебе в Акашу Ты ведь понимаешь, что это значит? За нами будет следить Акаша, как из Асайна Благодаря превосходным вычислительным способностям Акаши Все твои действия будут предугадываться с точностью до 98% Кроме того, данные будут корректироваться в режиме реального времени на основе наблюдения очевидцев Ну, значит, куда бы ты ни пошел, тебя будет вечно окружать невидимая клетка Как видишь, Сумеру даже самым неблагонадежным личностям Относится к высшей степени гуманно А генерал Махаматра, по вашему мнению, тоже относится к неблагонадежным личностям? Чем больше у человека власти, тем больше подозрений он вызывает Неужели ты этого не понимаешь? Как бы там ни было, на данный момент ты представляешь для Сумеру самую большую угрозу Поэтому лучше снизить риски, изолировав тебя Ты просто отвратителен! Отвратительный? Возможно, для вас это так Однако вы ведь давно готовы к такому исходу событий Что это значит? Ваш план подразумевал, что вы принесете путешественников жертву, разве нет? А? Господин Азар, я понимаю, на что вы намекаете Но все это время я честно следовал вашему плану Почему вы мне сейчас... Почему же вы сейчас сомневаетесь во мне? Неужели мне все-таки придется раскрыть ваш хитрый план? Хорошо, пусть так Во-первых, я получил донесение, что тебя видели в караван Рибати вместе с путешественником После вы сразу отправились в пустыню, скрывшись от нашего наблюдения Судя по дате, там вы должны были встретиться с дезертировавшим генералом Махаматры Сайна, я прав? Ой, зря Пайман сейчас сказала про Сайна Долгое время у нас не было от тебя никаких вестей И тут ты появляешься в компании путешественника, которая и состоит в дружеских отношениях С малой властительницей Кусанали, да еще и с генералом Махаматры, осмелившимся выступить против Академии А теперь давай-ка решим с тобой математическую задачку Какова вероятность того, что такого рода компания сумеет склонить тебя против нас? Подумай, подумай, процентов 50-70, что скажешь? Все это лишь предположение о находящейся здесь путешественник и отчет ваших руках факты Тут ты прав, такая смелость заслуживает восхищения Путешественник решил добровольно пожертвовать собой И все ради исполнения вашего плана Если я не ошибаюсь, у вас было подготовлено два плана Спасение малой властительницы Кусанали и разрешение моего великого замысла Первый из них пробраться в Академию в день Джанагарпхи И спасти Дендер Архонта, используя полномочия Альхайтама Если же вас ловят с поличным, в ход идет запасной план под названием Жертвуем малым ради большого Альхайтам доказывает свою невиновность, отдав путешественника в наши руки И остается в Академии, чтобы найти другой способ спасти Дендер Архонта А что касается Сайна, по расчетам Акаши, в скором времени он вернется в Академию, чтобы выступить против меня лично Полагаю, это тоже часть вашего плана Понятно, похоже, что бы я ни сказал, вы все равно будете воспринимать меня как предателя И даже если ваше обвинение несправедливо, вы ничего не теряете Что ты, что ты? Потери секретаря Альхайтама невосполнимы для Академии Так и для построения будущей системы знаний Сумеру Однако в сравнении с нашим великим замыслом по сотворению Архонта Это сущая мелочь Говоришь, я предал Академии, но предатель здесь только ты Ты предал весь Сумеру, ты предал Архонта Ха, решил наконец-то показать свои клыки Что же, Стража Сейчас что-то будет Катсцена Что с ним? Акаша Азар А, он поглощил... Так, похищенная капсула знаний Архонтов была у тебя? Предатель Ты предатель В отчаянии даже рациональный ученый уповает на божественные силы Он ее использовал А разве ты чем-то отличаешься от меня, Альхайтам? Вот только к несчастью для тебя боги не станут делиться с тобой силой Азар Он полностью обезумел У-у-у Хе-хе-хе Ситуация из Бет Передайся его Матрам Для ссылки в деревню Ару А потом пусть кто-нибудь отведет этих двоих в камеру С ними я разберусь позже Великий мудрец Ходнюджа на гарпке Все готово Можно загружать капсулы знаний Отлично, начинайте А так он их подменил Он тут... Он не на него напал Он на капсулы напал Он подменил их Это все было подстроено Вот он и улыбается А-ха-ха Хорош Это им был план изначальный У тебя поворот Была часть плана, которую не знал даже сам путешественник, похоже Эй, не сняйте нас запирать Ой, пустите Хватит, Пайман Думаешь? Хе-хе Похоже, Пайман вошла в роль Как тебе устроенный, Пайман, спектакль? Впечатляет? Блестяще Хе-хе Пока что у нас все складывается хорошо Нам удалось попасть в одиночную камеру И Альхайтам сделал все, что от него требовалось Можно сказать, отделались легким испугом Даже великого мудреца Азара удалось обвести вокруг пальца Альхайтам готово Такой план Еще раз Даже великого мудреца Азара удалось обвести вокруг пальца Альхайтам голова Такой план придумал Что же теперь, Пайман так понервничал, что все позабыло Вспомни, о чем мы говорили на совещании А, если Пайман ничего не путает, мы говорили, что... На первом этапе операции есть еще одна цель Зератул должен оказаться в одиночной камере Что? Зератул в камере? Зачем это? Зератул заклятый враг мудрецов, которые ставят под угрозу их грандиозный план Они прекрасно об этом знают и хотят устранить все риски Как только Зератул попадет за решетку, мудрецы наверняка решат, что теперь все под контролем Если они ослабят бдительность, наши шансы на успех значительно возрастут Слушаю тебя и представляю их самодовольные лица Значит, все дело в психологии? Пайман, этот план кажется сомнительным Это еще не все Находясь в одиночной камере, Зератул займется более важной задачей По словам ученых, которые оказались на попечении у Рахмана Малая властительница Кусанали закрыла свое сознание после того, как доктор захватил его в Акаше Чтобы им не удалось заполучить еще больше сведений Даже если мы найдем способ прорваться в храм Сурастана На пробуждение сознания малой властительницы Кусанали потребуется время Поэтому нужно сделать это заранее Так мы должны пробудить Нахиду? Ладно, ради этого можно и за решеткой посидеть Одиночная камера находится внутри Академии, недалеко от храма Сурастана Это наглухо закрытое помещение, где никто вас не потревожит Вместе с учеными Рахмана мы внесем изменения в твой терминал Акаше Оказавшись в камере, ты попробуешь с более близкого расстояния получить доступ К сознанию малой властительницы Кусанали Но проснется она или нет, будет зависеть от нашей удачи Ага А, так вот почему ты сегодня весь день носишь терминал Акаше Это измененная Аль-Хайтамом версия А я еще, кстати, хотел сказать, что мы же обычно не носим Паймен думал, что они конфискуют терминал Акаши, когда поставят нас за решетку Они что, забыли? Нет, просто они слишком уверены в себе Они считают, что Акаша у них под контролем Что же мы должны теперь делать? Установить связь с Нахидой Кажется, ничего сложного Неужели спустя столько времени нам снова удастся поговорить с Нахидой? Не будем этого откладывать Ага, какая долгая получается серия У тебя на терминале Акаши мигает какой-то огонек Это, как, чем чаще мигает огонек, тем лучше сигнал, верно? О, вот здесь где-то Найдите способ связаться с сознанием Нахида В смысле? А, лоу Лоу Эй, ну что там, получается? Сигнал слабый, но это лучше, чем ничего Хоть бы сработало Это что, пространство сознания? Нахида Нахида не двигается Она и правда закрыла свое сознание Нужно придумать, как ее разбудить Это еще что, невидимый барьер? Барьер, с помощью которого Нахида отгораживает свое сознание от внешнего мира? Нахида Он умеет говорить Наш главный герой умеет говорить Это первое слово Это первое слово Которое он сказал за все время Все время говорила Пайман Вот это шок-контент, конечно Офигеть! Он реально умеет говорить Эй, Нахида Вот же никакой реакции Похоже, она не ощущает моего присутствия Когда же это все началось? Да, все началось с самого моего рождения Я хотела стать настоящим архонтом Ради этого я непрерывно училась Слушала желания и чаяния людей Постоянно искала способ спасти Рамен Соль Хотела сравниться Сравниться с великой властичницей Руходоватой Но в итоге Меня заперли В храме Сурастана И заменили новым ахонтом Созданным мудрецами Мне оставалось только заточить свое сознание Беспросветное тьме Нахида Как же быть, неужели ничего нельзя сделать? Ну, она прямо передо мной И я не могу отступить Я уже бросил ее однажды Когда появился Так да, это Дотора был А он почему-то тут доктором стал внезапно Так это все-таки опечатка была Доктор Ага, Дотора Больше я никого не упущу Нахида Ну, здесь так тихо Кажется, я никогда прежде Тохом не прислушалась К своему внутреннему голосу У ахонтов бывает внутренний голос? Ахонта должна услышать Свой внутренний голос Правильно ли я поступила? Правда ли я никому не нужна? Что я сама об этом все думала? Ну, здесь так тихо Раз ты Божество мудрости Тебе известны ответы На эти вопросы С самого начала Ведь так? А, погоди Ты кто-то другой говорил, да? Кто ты? Твой голос мне знаком Но ты все говоришь верно Больше я не буду заглушать Свой внутренний голос Так а кто ей? То есть она услышала Великую властительницу Рукхадеваты Предыдущего архонта Она услышала, получается, да? Нахида Нахида Ты что, разбудил меня? Спасибо Что ты здесь делаешь Мы здесь, чтобы спасти тебя Ты в порядке В порядке Только Думаю обо всем, что случилось Я чувствую настоящую злость Тебе давно следовало разозлиться А, Зератул, ты очнулся Как же все прошло Нахида проснулась Отличная новость И значит, не зря мы оказались за решеткой Пока ты будил Нахиду Пайман стояла возле двери И прислушивалась Ученых теперь почти не слышно Столько времени прошло Наверное, мудрецы уже Закончили все свои дела Назначенные на день Джанагарбхи Думаю, все капсул знаний Уже занесены в Акашу А теперь настала очередь Нилу А что Нилу делает? Нам этого не рассказывали, кстати А это мы, видимо, узнаем В следующей серии, да? Можно паузу, а? Можно не сразу К отстанку? Пожалуйста Нельзя Ладно Нилу, ты хорошо подумала Пойти ради них Но такой риск Я должна Ты же знаешь Я никогда не упускаю Возможности выступить Тем более, что это выступление Так важно для всех Ну что же Похоже, ты им доверяешь Не буду тебя отговаривать Но если что-то случится Мы едва ли сумеем Вызволить тебя из беды Не беспокойся Они знают, что делают Все будет хорошо Ладно Если тебя схватят Мы сделаем все возможное Чтобы тебя спасти Прошу, будь осторожна Ради нас Спасибо за заботу Господин Зубайгер Все, да? Пауза Направляйтесь к Академии Ребятки С уважением Я понимаю Очень интересно Сейчас будет наверняка Что-то очень крутое Но времечко Подходит К концу нашей серии И как Заведено во всех Аниме Сериалах Фильмах И так далее На самом интересном месте Вылезает надпись To be continued Мы делаем А я не могу сделать Ничего, да? Вообще Я не могу Нет Ладно, хорошо Давайте дойдем до места Такие ребята Хорошо Не получится Не получится сейчас Закончить Потому что мне не дают Сделать ничего Другого Просто я не уверен Когда я буду записывать Следующее видео А если я выйду Значит мне придется Переиграть старт Подожди Куда нужно идти? Опять наверх надо было А я опять пошел не туда, да? Ладно, хорошо Давай не будем заканчивать Нилу говорит нам Что Академия в другой стороне Короче, ребят Хотел закончить серию А что-то походу Не закончим Нилу Ну что Не обещаешь? Немного больше Чем обычно Просто переживаю Что не смогу Станцевать достаточно хорошо Сосредоточься на выступлении А мы позаботимся Обо всем остальном Да, умеешь ты говорить Мы вроде вместе пришли Помочь А тебя послушать Кажется Будто ты здесь Самый главный Когда все закончится Я что-нибудь приготовлю И приглашу вас на ужин Очень хочется Благодарить вас за помощь Чудесно Я точно не откажусь Ха-ха Ладно Шутки в сторону Нилу Мы задержим Людей Направляющихся в Академию Чтобы никто не помешал Товому выступлению Точно Будем всем говорить Что в Академии Проводится какой-то странный эксперимент И оттуда сбежал монстр Теперь Там очень опасно И лучше туда не ходить А нельзя было придумать Что-нибудь получше Хотя Академия Вполне способна И на такое Ха-ха По-моему Отличная идея Я на вас рассчитываю А не беспокойся Все сделаем Лучше МВИДе Блин, ребят Не дают закончить серию Ну ладно Придется до конца уж А-а-а Ты уже здесь Нилу Я немного занят Отвечь внимание людей Беслатными сладостями Ковбих работает на ура Кстати Хочешь немного Мне все равно Все сладости Раздать Спасибо, Вихар Опять тебе пришлось Изображать рыцаря цветов Со сладостями Я пожалуй Повременю Чтобы поддерживать Себя в форме Я не ем сладости Перед выступлением А теперь как раз На сцену пора Ха-ха Верно, верно Сцена свободна К выступлению Все готово Можешь начинать Любую минуту Все благодаря тебе Спасибо Буду готовиться к выходу Не, за что это тебе Спасибо Мне выпала такая честь Увидеть твой танец вблизи Что ж там за танец И в чем же его Самое главное Задумка Ох 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 Я впервые вижу такое представление, это просто потрясающе. Но говорят, публичные выступления запрещены. Она осмелилась устроить это здесь. Какая красота и музыка, какая грация. Великий мудрец, наружу что-то происходит. Ай, ну и скукотища, отправьте стражей новый запрет на выступление через Акашу. Они будут знать, что делать. Мы и должны это остановить. Только еще чуть-чуть посмотрим. Запрет на проведение художественных выступлений на территории города Сумиро. Из Харама Сурастан сбежала малый ассистику Саналь, немедленно обыскать город и схватить беглянку. Ага, то есть они проигнорировали первый приказ схватить Нилу и последовали второму. А второй был, получается, ложным, да? Потому что мы его отправили. Если я правильно понял все. Или что произошло там? Они пошли ловить на Хиду. Что-то не совсем понял, зачем нужна была Нилу. Зачем она танцевала? Чтобы отлить внимание? Чтобы отправили приказ. В чем суть второго приказа, который им высветился, помимо основного? Ой-ой-ой, Зерату, слышишь? Паймен, кажется, это стражники бегут куда-то целой толпой. Значит, начался следующий этап нашего плана. Похоже, Нила выполнила свое задание. Да, все идет как надо. Кстати, а когда Аль-Хайтам успел подменить капсулу знаний, которые должны были поместить в Акашу? Когда притворился Жиражон. Да, то есть он подменил, и они получили мнимый приказ, да? Паймен так нервничал, что даже не заметил. Получается, в Порт-Ормосе Аль-Хайтам воспользовался общей пайникой, чтобы тайком забрать капсулу знаний Архонта у главаря наемников. Видимо, он такое проделывал не раз. Он не теряет самобладание даже в самых напряженных моментах. И чего это мы его нахвалим? Конечно, он умный, но все равно ужасно раздражает Паймен. Давай лучше вспомним, что у нас дальше по плану. Все равно нечем заняться, а так будет спокойнее. Насколько Паймен помнит, так Нилу требовалось. Вот, объясните-ка, что делала Нила. Она отвлекла внимание, чтобы дали приказ. И этот приказ подменился, да? Сознание малолосительного санализа печатано. Теперь охранники и все ключевые фигуры Академии снова наделены на деле терминала Акаши. Полагаю, техническая поддержка от Дотора сделала их намного смелее. Как отвратительно полагаться на таких людей? Но вместе с тем, это наш шанс. Мое изначальное задание в Академии заключалось в том, чтобы создать проект капсулу знаний с законом о запрете художественных представлений. Теперь капсула должна быть на столе великого мудреца. В следующий день Джана Гарбхи ее добавят в Акашу. Мудрецы действительно собираются запретить представление? Но это уже слишком. Я создам еще одну идентичную капсулу знаний, только на этот раз наполню ее ложными сведениями. Нужно будет улучить момент и поменять капсулы местами, а после добавления капсулы в Акаши найти того, кто нарушит запрет на представление. Ну вот, они подменили приказ. То есть приказ был отдан один, а выдался другой. Мудрецы воспользуются этой возможностью, чтобы объявить запрет на представление, после чего ложные сведения распространятся по умам стражников. Да, непросто, но если все пройдет гладко, мы без боя избавимся от стражников Академии. Довольно остроумно, а так и прямо на разум. У меня только один вопрос. Если нам все-таки удастся вложить ложные сведения в головы стражников, где гарантия того, что Ани поверен? Люди, привыкшие полагаться на Акашу, становятся менее любопытными и теряют способность к критическому мышлению. Для них истиной становятся только те сведения, которые содержит Акаша. Акаша превращает людей в устройства? Я видел это множество раз. Хм. Хорошо, что во время работы в Сумире я почти не носил терминал, а поначалу... Мне тоже казалось, что это стоящая вещица. Да, но нам ведь еще нужен кто-то, готовый устроить представление. У тебя есть кто-нибудь на примете? Нилу из театра Зубаира. Мы давно знакомы, ей можно доверять. Ну то есть вот, теперь мы понимаем все от и до. Не хотелось бы, конечно, втягивать ее в столь опасный план, но мы спросим ее согласия. Да, когда мы избавимся от стражников Академии. Так-так. Знаю. Дальше в игру вступаю я и мои ребята, пробравшиеся в город, верно? То есть сейчас у нас будет восстание. Хе-хе-хе. Сейчас будет восстание. Смотри, Рахман, они целой толпой выходят из Академии. Столько времени просидеть в городе и все ради этой минуты. Пора действовать, ребятки. Хе-хе. Возможно, в стенах Академии мы бы сильно за ее пределами. Начинаются наши охотничьи угодья. От такой львицы добыча далеко не убежит. Хе-хе-хе. Нужно покончить со стражей как можно скорее. Если мудрецы успеют сообразить, что случилось, наш план провалится. Вся их стража толпа неженок, что состоят на жаловании. Им не сравнится с нашими ребятами, которые ежедневно тренируются в пустыне. У них над нами есть лишь небольшое честное превосходство. Вообще-то большинство стражников, шести мудрецов, наемники из бригады 30-ти, о которой ходят дурная слава. Беспрекословное повиновение мудрецам никак не вяжется с принципами наемников. Нужно преподать им сегодня хороший урок. Точно ловушка готова, осталось заманить добычу. Мы с тобой разделимся и соберем вместе всех разбежавшихся стражников, но главное, чтобы Исак отвлек их внимание. Доверить такую непростую задачу ребенку? Это же опасно. Ничего, Исак сам вызвался помочь, значит, нужно ему довериться. А если его все-таки поймают, стражники не посмеют ничего с ним сделать, они же не знают, как на самом деле выглядит малая властительница Кусанали. Верно, сюда идут, пора. То есть Исак притворится Нахидой, да? Какой долгий квест. Я думал, он притворится, а он не переоделся. Это одежда. Исак, ты помнишь, что нужно делать? Когда появятся стражники, ты должен притвориться малой властительности Кусанали и постараться от них убежать. Ого, я помню, просто немного нервничаю. Расслабься и постарайся не думать о том, поймают тебя или нет. Даже если поймают, мы тебя в обиды не дадим. Просто придумай, как привлечь внимание стражников и заманить их на большой базар. Остальное мы сделаем сами. Ого, ясно. Долгу перед малой властительница Кусанали ведь не останусь. Она мне помогла и моему дедушке, и они подведут. Эй, дуд, это стражники из академии. Ну, прикол. Просто переоделся в неё. Отлично, пора, Исак. Сделай глубокий вдох. Вперёд, мы тебя верим. А, так лол, мне на полном серьёзе нужно бежать. А я могу что-то делать вообще? Я ничего не делаю, ребят. Он сам бежит. Надкуда там взялись стражники? Они меня определили? Что-то пошло не по плану. Но у меня мало времени, нужно действовать. Я спрятался за домом. Хе-хе-хе. А-ха, подстава. Посмотрим за домом. Что теперь делать? Ну, влево отступить от вариантов нет. Похоже, никого, только зря время потратил. Хорошо, что он не стал смотреть за дерево. Что теперь? Вернулся за дом. Стражник всё ещё на чеку. Что теперь делать? Искать возможность для побега. О, стой, я тебя вижу. Не вздумай бежать. Операция провалена. Надо было выбрать другой вариант. Ну, давай ждать. А, ну, вроде всё в порядке. Кажется, стражник наконец-то ушли. Нужно торопиться. Вон там малая лосинца кусанали. Эй, стой. Что? Малая лосинца кусанали? Как я мог её не заметить? Меня заметили. Плохо дело, куда теперь? А-а-а. На большой базар. Кажется, малая лосинца кусанали побежала на большой базар. Схвачите её. Ну, нам же нужно их привезти всех на базар. Там же для них ловушку. Вот и идём на базар. Куда это она делась? Не могла же она испариться. Ищите. Что здесь делает ваш отряд? Мы же договорились рассредоточиться. Не отставать. А вы что здесь делаете? Надо же, какое совпадение. И почему же все собрались в одном месте? Что происходит? Теперь-то все на месте? Кто посмел? Это ваших рук дело. Что вы задумали? А, ну и поручай, я чуть не попался. Ах ты проказник. Ты же не малая лосинца кусанали. Кто вы такие, пустынники? Можно сказать, что мы коллеги. Вы же принимаете это как деловое соперничество или как личную неприязнь. В общем, теперь вы у нас в ловушке, так что забудьте о том, что вы охотники. Теперь вы добыча. Не умеет свистеть. По крайней мере, двумя пальцами. Засада немыслимо. Это же город Сумер. Как мы могли угодить в руки наемников из пустыни? А вам говорили остаться в академии и не высовываться наружу. Это уже давно наша территория. Смиритесь. Опаньки. Хихоньки дыхахоньки. И сейчас нам дадут за дыхью подраться. А потом будет катсценка и конец истории, да? А, или это даже не покажут. Ну ладно. А, как-то странно. Церемония в честь дня Джана Гарбхи завершилась, а в академии стало тихо, даже как-то непривычно тихо. А где стражники? Куда они все подевались? Охрана! Охрана! Великий мудрец, какие будут приказания? Я звал стражников, а ты что здесь делаешь? Простите меня, великий мудрец. Стражники академии получили приказ и отправились в город произвести арест, я думал, вы знаете. Арест? Что за арест? У меня дурное предчувствие. Ну, арест малой властительницы кусанали. Вы разве не знаете? Малой властительницы кусанали? Хочешь сказать, она что пропала? Да, стал бы я шутить на такую тему. Все словно с ума посходили, многие говорят, что малая властительница кусанали будет намстить. Что происходит? Малая властительница кусанали сбежала? Неужели людям Аль-Хайтам удалось ее спасти? Это невозможно. Стража была сегодня на чеку. Любая информация об освобождении малой властительницы кусанали держалась бы в тайне. Аль-Хайтам и путешественник за решеткой. Что еще за волшебство? Как малая властительница кусанали могла исчезнуть? Минуточку! А кто отдал стражникам приказ о поимке? Приказ сегодня был опубликован в Акаше, такие полномочия есть только у вас. Вот я и подумал, что вы его отдали. Подожди, я кое-что проверю. Из-за храма Сурастана сбежала малая властительница кусанали немедленно обыскать город и схватить беглянку. Такое указание действительно есть в Акаше, раз теперь оно появилось в моих мыслях. Как им удалось опубликовать это в обход меня? Может с помощью отчета Аль-Хайтама о путешественнике? Нет, я специально проверил эту капсулу знаний перед тем, как внести в Акашу. Или это было сделано для отвлечения моего внимания? Ладно, уже бессмысленно что-то выяснять. Главное узнать, где сейчас малая властительница кусанали. А вы проверили храм Сурастана и малая властительница кусанали точно сбежала? Нет, не проверили. Простите задержать, но странно от вас это слышать, великий мудрец. Как сведения из Акаши могут быть ложными? Это же немыслимо. Если сведения и знания, хранящиеся в Акаши, нужно проверять, тогда зачем вообще нужна Акаша? В этом случае наследие великой властительницы Рукхадеваты теряет смысл. Разве нет? Сначала я требовал от вас твердой веры в Акашу и наследие великой властительницы Рукхадеваты. А теперь ты обращаешь мои слова против меня. Нет, что вы, великий мудрец. Я просто немного озадачен, но совершенно не намерен вам возражать. Оставайся здесь и смотри в оба, чтобы не пропустить подозрительных личностей. Я сам схожу в храм Сурастаны. Великий мудрец. Великий мудрец Азар-1 приходит в храм Сурастаны. Тут-то мы его и накроем, да? Из храма Сурастаны сбежала имала Васильца Кусанали. Немедленно ее найдите. Немыслимо. Хватит думать о том, как такое могло произойти. Должен быть очередной трюк этих негодяев. Я должен во всем убедиться лично. А? Это невозможно. Наверное, глаза меня подводят. Какая музыка на фоне классная. Вообще не могу прям... Неужели это правда? Что происходит? Ты здорово меня рассмешил, Азар. Даже великий мудрец, когда в его разум проникают мысли из-за каши, перестает верить своим собственным глазам. Вы видите лишь воображаемый мир, что существует у вас в голове. И поэтому игнорируете существование малой властительницы Кусанали. Она, несомненно, мудрый и сильный архонт. Сайна, ты только этого и ждал. Акаша предсказала, что ты снова вернешься, чтобы противостоять мне, но я не ожидал такого развития событий и был слишком беспечен. Ты был слеп. А все из-за твоей зависимости от Акаши. Ты ни капли не изменился. Я действительно не ожидал, что такой гордец, как ты, объединиться с Аль-Хайтамом и путешественником. Люди меняются, Азар. Признай, Акаша больше не может предсказывать мои действия. Тогда расскажи, что вам удалось выведать. Тянешь время? Это же храм Сурастаны. Ты сам запретил появляться здесь кому-либо из Академии. Никто не придет тебе на помощь. Что касается расследования, как минимум я знаю о твоем мятеже против Архонта. И что? Ты все это за тем, чтобы я признал свою вину перед тобой, генерал Махаматра? Ну что ты? Не передо мной, а перед самим Архонтом. Когда-то ты сказал, что мое положение не дает мне права тебя судить. Но теперь пришло время божественного суда. О, пафос. Что будет? Сейчас, что будет? Что будет? А, долго ли нам еще ждать? Интересно, что там происходит снаружи? За дверью уже давно ничего не слышно. Может, что-то пошло не так. Главное, доверять своим друзьям. Да, но не хотелось бы провести за решеткой всю оставшуюся жизнь. Хорошо, что мы вдвоем. Пайман есть с кем поговорить. От одной мысли, что Нахида была заперта в храме Сурастана совсем одна, Пайман становится очень грустно. Оп, дверки открылись. Это нас, видимо, кто-то выпустил. А, и Дыхья пришла. Эй, а вот и ваша спасительница. А, Дыхья! Пайман знал, что ты придешь нам на помощь. Ты только что боялась, что проведешь здесь всю жизнь. Ах, вы должны быть неблагодарны. Знали бы вы, сколько стражников пришлось обыскать, чтобы достать этот ключ. Это было труднее, чем с ними разделаться. Ах, ну и устал же я. Спасибо тебе. Хочешь, Пайман разомнет тебе плечи? Ах, а можно мне? Ах, можно мне, пожалуйста? Устал записывать видео. Эм, не, не нужно. Все нормально. Почему это ты боишься щекотки? Хватит, сейчас не время говорить о щекотке. Как нахида. В городе все в порядке, у Сайна тоже. И со стражниками из академии мы разобрались. За защиту города отвечает бригада 30-ти, но мы уже поговорили с господином Асфандом. Им тоже порядком надоело выполнять приказы заносчивых мудрецов. Они согласились вести себя так, будто ничего не видели, пока это не нарушает условия их контракта. Просто все дело в том, что вы с бригадой 30-ти, давние друзья, верно? А как же там Сайна? Великий мудрец у Сайна в руках. Даже я знаю, как это страшно оказаться в руках Сайна. И Великий мудрец наверняка тоже понимает, чем ему это грозит. Сайна заставил его отпустить малую властительницу Кусанали, и у Великого мудреца не осталось выбора. Отправляйтесь в храм Сурастана, если все прошло гладко, значит, мы спасли Архонта. Звучит потрясающе. Честно говоря, даже не верится, что у нашего разношерстного отряда все получилось. Ладно, ступайте, мне нужно еще кое-что уладить в городе. Увидимся позже. Какая долгая серия получилась. Такая насыщенная, прям куча роликов, куча сюжета, куча всего интересного. Прям уф-уф-уф-уф. Ну что, добьем до конца, что ли, или оставим на следующий раз? Ну давай добьем уже. Ну что уж. Раз уж все равно серия получилась слишком объемная. Ну, тем более тут осталось подняться по лестнице. Ааа, какая красота. Так, подождите, пожалуйста. Можно секундочку? Спасибо. Я просто сделал принт-скрин. Надеюсь, у меня сохранилось. Сохранилось. Блин, только она немножко там приморгнула. Ну и ладно. Наверное, надо сказать, рада с вами познакомиться. Ведь это наша первая встреча в реальности. Все прежние наши встречи происходили либо во сне, либо в простанции сознания, либо когда я была в чужом теле. Наконец-то мы встретились, Нахидо. Спасибо, что помогли мне. Я бы хотела извиниться. За это время я много осознала. Все случившееся произошло из-за моего чувства собственной неполноценности. Из-за уступчивости перед Академией. Я доставила вам столько неприятностей. Ты нам тоже здорово помогла. Да, ты хороший Архонт, а еще ты наш друг. Вот почему мы здесь. Ха-ха. Спасибо за важные слова. Это удивительное чувство. Выйти из клетки на своих собственных ногах. Такое ощущение, будто я видела длинный сон, но не могу понять. Я проснулась или только что родилась на свет. Осознание самой себя стало настолько ясным. Но, похоже, сейчас не время предаваться этому чувству. Спасение древа, Ирминсуль. Мне так неловко. Вы только что спасли Архонта. А теперь мы должны спасать еще и страну, а то и целый мир. Ничего, Нахидо, с тобой нам все по плечу. Есть еще кое-что. Что? Как Архонт, я должна отомстить Академии за то, что они со мной сделали. За все глупости, которые натворили, прикрываясь мудростью. Правильно, Нахидо, наконец-то ты не даешь себя в обиду. Паймин очень рада. Ха-ха, я поняла. Прежде чем стать Архонтом, нужно стать собой. Ведь если ты не умеешь быть гусеницей, бабочкой тебе и подавно не стать. За эту истину можно постичь только... Эту истину можно постичь только своим умом. Да, но хотелось бы знать, как далеко удалось продвинуться Академии в создании Архонта. Нельзя терять ни минуту. Мы должны остановить рождение фальшивого Архонта. Я должна кое-что сделать. Раз я вырвалась из отолчания, теперь я могу управлять Акашей напрямую. Сперва нужно снять ограничения, которые наложил на меня до Торы. А затем лишить мудрецов прав и вернуть Акашу в первоначальном состоянии, когда ей управляла только Архонт. Ведь Академия обманула доверие великой властительницы Рукхадуаты. Но это потребуется у некоторого времени, а вы пока можете подготовиться. Если мы не успеем помешать созданию Архонта, боюсь, нас ждет непростая битва. Эй, верните музыку, она была прекрасна. Что там? Давай лучше подготовимся к битве Зератул. Там, где дрейфует корабль сознания. Дождитесь с четырех вечера и отправляйтесь в храм Сурастан к Нахиде. Ну вот на этой ноте можно закончить. Дальше нас, видимо, ждет, ну я подозреваю, я не знаю до конца, это мое предположение. Дальше нас, видимо, ждет встреча с Скоромучей, ведь мы, по сути, не даем ему стать Архонтом, если я правильно понимаю. Соответственно, это уже мы точно можем оставить на следующий раз, потому что там будет миллион-миллиард катсцен, миллион-миллиард всего и так далее. Надеюсь, вам понравилось, потому что мне безумно понравилось. Это была офигенская серия. Собственно, ставьте ваши лайки, пишите свои комментарии, подписывайтесь на мой канал, на группу ВК, сочетователнэйтсердискорд, вспомните спонсор, почекайте мой Телеграм. Удачи в играх, а не только. И, конечно же, пока-пока.